5 новых функций Warzone 2 Функция допроса Хотя эта функция еще не упоминалась в сети, в Warzone 2 будет функция допроса, к которой будут иметь доступ все игроки. Функция допроса очень похожа на функцию в Rainbow Six Asada, где игроки могут допрашивать поверженных врагов, чтобы узнать местонахождение их товарищей по команде. При приближении к нокнутым врагам будет отображаться подсказка допросить, в которой ваш игрок выполняет анимацию в стиле казни, чтобы убить игрока. После того, как игрок убит, местоположение его товарища по команде отображается на мини-карте. Бронежилеты Бронежилеты кажутся гибридом системы брони между Blackout и Warzone. На этот раз игрокам нужно будет найти многоуровневый бронежилет, чтобы экипировать бронепластины. Бронежилеты варьируются от уровня 1 до уровня 3, причем каждый уровень позволяет вам экипировать еще одну бронепластину. Ваш бронежилет не ломается, но ваши броневые пластины ломаются, а это означает, что вам нужно будет пополнять свои пластины после того, как вы получите урон, как и в Warzone. Система сумок Источники сообщают, что система сумок находится на ранней стадии разработки и все еще не ясно, какой она может быть в финальной версии игры. По сути, это очень похоже на Escape from Tarkov, где игроки могут добавлять в свою сумку боеприпасы, серии убийств и оружия. Различные уровни сумки позволяют вам иметь больше места для хранения. Это означает, что игроки могут помещать в свои сумки несколько разных предметов, в зависимости от размера сумки. Если вы не знакомы с такими играми, как Escape from Tarkov, то новая система сумок представляет собой более сложную версию системы сумок из Blackout. Неясно, будет ли система сумок одинаковой в обоих режимах, но уже заложены основы того, чего стоит ожидать. Про перки Про перки это то, с чем знакомы некоторые старые поклонники Call of Duty, и по сути это улучшенная версия обычных перков, и они появятся в Warzone 2. Про перки можно получить, разграбив крепость, и хотя некоторые про перки были у заранее определенных классов во время недавних игровых тестов Warzone 2, пока что не совсем ясно, можно ли будет использовать про перки в вашем комплекте. Крепость Крепости — это здания, расположенные по всей карте, их 25-30 штук, и они дадут новый опыт получения своего снаряжения. Крепости будут иметь разный уровень сложности, три крепости имеют высокий уровень, а остальные уровень сложности ниже. Охраняются они ботами и содержат задания, которые вам необходимо выполнить, чтобы получить доступ к своему снаряжению. Предположительно, чем сложнее крепость, тем больше лута. Не во всех локациях будут крепости, например, в таком как Modern City, их вообще нет. Крепости — это динамический элемент, который заставляет игроков тщательно обдумывать свои решения, потому что после того, как крепость будет захвачена, другие игроки не смогут получить к ней доступ. Если в вашем районе нет доступных крепостей, вам придется либо перейти к следующему доступному месту, либо дождаться прибытия поезда, который охватывает всю карту. Как и в случае со всеми утечками, отнеситесь к информации с долей скептицизма. Warzone 2 и Modern Warfare 2 все еще находятся в активной разработке, и до релиза осталось еще 5-6 месяцев, и все может измениться. Субтитры подогнал «Симон»